всем привет с вами самый сильный free-to-play игры rise of kingdoms blank ukraine и сегодня я хотел бы рассказать свои мысли о королевстве 1307 поскольку это одно из сильнейших королевств и у них сейчас по большую по большей части от кавака окончилась сейчас на разведку еще кинем тут осталось бухгалене на штуке такс придем туда тикс 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 Насколько я помню, у них 4 альянса Да, первый это 1 АВГ В целом хочу сказать, что это королевство по сути активное, большое и очень-очень донатное Так, тут мы видим 42-ю подарка Но единственное, что странно, это конец КВК И большая мощность для альянса Учитывая, какой у них была жесткая КВК Не знаю, сложно его сравнить с нашим последним КВК Поскольку мы воевали против 16-47 Это очень донатное королевство 18-75 И еще какие-то 3 сервера одни Не знаю, где было жестче Понятно, что 19-60, наверное, процентов на 60 состоит из людей у кого фул академка Или ближе к фулу Так, 1 АВГ ЦБ Так, дальше СН Тут 38-й уровень подарка Тоже очень много Учитывая, что это не топовый альянс И Титан Варьерс 34-й Но у всех мощность большая За этим КВК я садил Поскольку мне было интересно, как оно произойдет И всегда хотелось повоевать против 19-60 Посмотреть, как это выглядит в поле И последний вот этот момент Сейчас тоже сюда еще отошлю Что я думаю, что произойдет с этим королевством Я думаю, там большой шанс развала Объясню почему К примеру Что будет, если я выйду повоевать с человеком в поле Все марши на все марши Это будет обычный работяга, к примеру, 80 миллионов мощности Предположу, что он мне убьет два марша Неважно, насколько на кодце И четыре остальных И он проиграет Что будет, если таких будет двое Если это будет королевская земля Я думаю, мы их сыграем где-то в ровно Примерно так Или, возможно, то есть они мои марши убьют Размер, то есть примерно плюс-минус будут одинаковые Если взять обычного такого игрока 80 лям И у него, чтобы не было много золотого шмота А что будет, допустим, если это будет игрок Даже 60 миллионов мощности И мы с ним уходим подраться мои марши против его И я не хочу танковать И начинаю убегать Он меня легко побеждает Потому что я убегаю, не воюю Что будет, если Таких игроков, как я, будет 10 Выходит один, к примеру, 80 миллионник И начинает на нас нападать Но никто из нас не хочет танковать Все хотят получать урон только от контратаки Естественно, он побеждает Не важно будет, сколько нас Но если у нас будут только игроки, которые хотят бить спину и не танчить И бить только желтые и красные отряды То он легко победит А что будет, если альянс В котором игроки играют дружно Качественно Не боятся танковать И получают урон не только от контратаки Естественно, такой альянс А с другой стороны Будет очень-очень Или вообще подавляющееся большинство игроков Которые танчить не хотят Просто начинают убегать К примеру, альянс 180 человек В котором практически никто не боится танчить Не смысл даже в том, что он очень сильный Он просто играет командно Он не боится танчить, идет вперед И что будет с другим альянсом Даже если он мощнее, неважно Но там, скажем так Большая часть игроков танчить не хочет И начинают убегать Из этих 180 человек Допустим, остается 50 Которые танчить не боятся Их сносят эти 180 И дальше они сносят все на своем пути Если так будет происходить На протяжении всего КВК Не важно, насколько ты сильный Потому что в 1307 очень много сильных игроков Но тем не менее, это не важно Если у вас в поле У вас большинство Вы легко выигрываете И КВК Переходит в стадию тяжелого КВК А далее в очень-очень тяжелую стадию А уже конечная стадия Это сама неизбежность Вы просто проигрываете шаг за шагом И что в целом происходит В таком случае на сервере Донатеры, получается Тратят очень много усилий И вкладывают душу И не только душу И если кто-то считает Что от такого КВК Дон получает Или просто обычный игрок Но который качественно играет Полноценно И играет командно Он не получает удовольствия Да, бывает интересный КВК Ты проиграл Но по большей части Если КВК происходит в таком ритме Ты начинаешь злиться Как минимум А второе Ты удовольствия не получаешь И думаешь, что с этим делать Особенно Очень сильно начинают удручать отчеты Поскольку Не важно Ты Дон Обычный игрок Лоу спендер Миддл спендер Ты Видишь, как тебе тяжело даются киллы Как ты много теряешь мощности На КВК Обнуляешься И так далее И раз за разом Получаешь в чат Отчеты других игроков Которые никогда не танчат И получают просто Баснословные отчеты И делают очень-очень много убийств Поэтому, как по мне Одиночные игроки Именно Миддл спендеры Хай спендеры Они Улетят с этого королевства Сто процентов Даже возможная часть Из них на 19.60 И на месте 19.60 Я так и делал бы Пытался бы их вербовать Или улетят Какие-то другие королевства Поэтому Уменьшится количество донов Соответственно Уменьшится количество игроков Которые смогут ралить И даже в пик вашего онлайна Возможно таких игроков Будет очень мало И я думаю Скорее всего Даже не через КВК А Вот это межсезонье 13.07 Развалится Потому что Потеряли не просто много Я говорю за нормальных игроков Многие потеряли очень много Слили сумки под ноль Получили много-много потерь И игроки Которые понимают Что-то в игре Они понимают Почему так произошло Я знаю Что 19.60 Очень сильный сервер Возможно Переоцениваю силы Нашего сервера Но мы играли Против сервера 16.47 Это очень донатный Сервак И при том Где По-моему Топовый альянс Там 41 или 42 Уровень подарка И это сервер 16.47 То есть он младше нашего 18.75 Там что-то тоже 40 Или там 41 уровень подарка Или 38 Это тоже очень донатный Королевство Но в связи с тем Какой у нас был актив Я думаю 19.60 Мы оба выиграли По крайней мере Вот теперь В нашем составе Возможно Я что-то переоцениваю Не так понимаю Но мне кажется Было бы довольно легко И Ну у нас вот сколько Альянсов Не знаю По сути 5 так точно Боевых И вышло бы На одного Ихнего игрока 5 5 наших Если хотя бы Процентов 70 Наших игроков Будут играть адекватно И не убегать Постоянно И не пытаться Бить желтые и красные Марши И бить в контратаку Мы должны их легко Выиграть Да, понятно Что они многодонят У них больше ресов Но когда тебя бьют Толпой Ты получаешь Просто нереально Минусовые отчеты Поэтому Я думаю Им Это КВК Не понравилось Да Лидеры Скорее всего Останутся А возможно Некоторые нет Как пример Вот Ну ладно Не буду приводить Пример игроков Не хочется о них Я думаю Что они улетят Тем более Таких игроков Как Скажем так Сильных игроков Адекватных Их постоянно Зовут на разные сервера Вот у нас Когда КВК Закончилось У меня Допустим Далеко Не самый сильный акк Скажем так По сравнению С очень сильными Аккаунтами Но После нашего КВК Я Без обмана Наверное Получил Именно Адекватных Предложений На Адекватные Сервера Наверное Около Тридцати Где мне Не просто Написали Типа Хей привет Ты не хочешь Нам мигрировать Нет Там именно Написали Адекватно Все рассказывали То есть Это не был Человек Который Просто отвечал За миграцию И раскидывал Спам А учитывая Обычный спам Это было Больше сотни Смс А тем игрокам С 13.07 Я даже не представляю Каким строчат И после этого Если улетят Доны То процент Игроков Которые бьют Сзади В контратаку По отношению К общему количеству Игроков На сервере Увеличится И Мне кажется Что Прям На следующем КВК Если они Не попадут Не в такой КВК Как мы Где мы Одна Имперка И Остальные Наши соперники Союзники То есть Существенно Слабее Нас А В какой-то КВК Где плюс Минус Относительно Равные Силы Их просто Разнесут Щепки Поэтому После этого КВК 13.07 Точно Развалятся А 19.60 Скорее всего Укрепятся Еще сильнее Вот Такие Вот дела Поэтому Сейчас Очень трудно Выбирать Сервер Для Миграции Я не знаю Многие Выбирают По уровню Подарка По количеству Киллов И так далее Но Блин Сложно На самом Деле Я думаю Если вы Хотите Выбрать Сервер Для Миграции Нужно Последить За тем Как Происходит КВК На этом Сервере Потому что Кто-то Следит За Мертвыми Но Кто-то Допустим За КВК Убивает 2 Миллиона Трупов И Из Них Там Будет 800 Тысяч Те Первых Телег Потому что Он их строит Без Остановки Все это Сложно Я думаю Что Правильнее Выбрать Сервер Для Миграции Нужно Будет Последить За Этим Сервером А Также Пообщаться С китами У вас Не Получится Пообщаться Потому что Скорее Сего Они Вам Не Ответят Или Ответят На Одно Какое СМС Нужно Пообщаться С Какими Мидл Спендерами Притом С теми У кого Допустим Нормальное Количество Брожатых Ручек И Он В целом Знает Ситуацию На Сервере Не Только Военную Вот Такие Вот Дела Поэтому Сейчас Я думаю В связи С тем Что Очень Очень Много Крупных Войн Происходит На КВК Нужно Тщательно Выбирать Сервер Для Миграции Потому что Можете Попасть В Очень Сложную Ситуацию Так Я Кстати Почти Разведал Карту Там Осталось Буквально Капелька Думаю Завтра Добьют Осталось По сути Один процент Остался Грубо говоря Завтра Все это Дело Добью И Наконец То Эта Сложная Миссия Будет Окончена Вот Такие Вот Дела Поэтому Всем Хорошего Настроения И Всем Пока